В Алматы из сексуального рабства освободили девятиклассницу. Школьница пропала еще пять месяцев назад, когда приехала в Алматы на новогодние праздники. Доверившись неизвестному таксисту, она попала в руки сутенеров. Все это время девушку держали в гостинице, которая находится по проспекту Сейфулина. Полгода несовершеннолетнюю Асем заставляли заниматься проституцией. Все заработанное забирала сутенерша. 16-летняя девушка приехала в Алматы из Южно-Казахстанской области к подруге погостить. Водитель такси пообещал ей хорошую работу в городе, а затем увез на съемную квартиру. Там его уже поджидала подельница. Родственники девушки уже отчаялись ее найти. Школьницу удалось выпросить телефон у одного из клиентов и позвонить домой. Уже на следующий день ее нашли полицейские. К нам обратились родственники потерпевшей из Южно-Казахстанской области. Нашими сотрудниками девушка была освобождена из гостиницы, где ее заставляли заниматься проституцией и избивали. Женщина-сутенерша уже задержанная и дает показания. Ей грозит наказание сразу по нескольким уголовным статьям. Девушке же предстоит пройти долгий курс психологической реабилитации. Водитель и пассажир этого автомобиля Субару чудом остались живы. Двигаясь по проспекту Сюимбай в северном направлении, водитель внезапно потерял управление и выехал на полосу встречного движения. Пытаясь избежать столкновения с едущими навстречу машинами, водитель вывернул руль и вылетев на обочину, перевернулся. Машина встала прямо на рельсах. От сильного удара рельсы сошли с путей. На место тут же выехали специалисты, потому как поезда, въезжающие в город, могли сойти с рельсов. Сейчас пути восстановлены. Автомобиль Субару отправили на штрафстоянку, а обоих пострадавших госпитализировали в одну из больниц города. Почему водитель выехал на полосу встречного движения, пока непонятно. Ясно одно, говорят специалисты, он нарушил скоростной режим на данном участке пути. Эта авария произошла на пересечении проспекта Реймбека с улицей Жангильдина. Двигавшийся в западном направлении по Реймбеку водитель автомобиля Митсубиси собирался повернуть на Жангильдина налево. Однако не рассчитал скорость автомобиля Тойота, который двигался по главной полосе движения. В результате Тойота на полном ходу врезалась в левый бок Митсубиси. От удара пострадал пассажир виновника ДТП. На Ташкентске прямо я ехал в сторону этого, развилки. На зеленый свет светофора. Тут встречка вот этот выехал, думал, что успеть повернуть. Как шел у меня, так и вошел. Водитель Митсубиси свою вину признал. По его словам, он не заметил Тойоту. По словам врачей, жизни пострадавшего ничто не угрожает. После оказания первой медицинской помощи он отправился домой. Как видимо, водитель этого автомобиля тоже сел за руль, будучи нетрезвым. Двигаясь по проспекту Аль-Фараби в западном направлении, на подъезде к Сейфулина, он не справился с управлением и врезался в ограждение. Снеся на своем пути зеленые насаждения, машина, врезавшись в электрический столб, перевернулась. Водитель сумел выбраться из авто самостоятельно. Поймав такси, он скрылся с места аварии. Возможно, нарушитель был в состоянии алкогольного опьянения, считают полицейские. Потому как в машине были найдены наполовину распитая бутылка пива и еще несколько пустых бутылок. Сейчас криминалисты по отпечаткам пальцев выясняют, кто сидел за рулем машины. Автомобиль отправили на штрафстоянку. Полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля. А 25-летний молодой человек повез колесо от украденного автомобиля «Тойота» на ремонт. Напомним, «Тойота Прада» был угнан в поселке Карагайле Алматинской области. Машина была припаркована у ворот частного дома. Однако буквально на следующий день жители этого поселка сообщили хозяину, что видели его машину на одной из дач неподалеку от города. Полицейские приступили к поискам авто. А в этот момент водитель автомобиля «Вольво» привез колесо от украденного автомобиля на ремонт. Задержанный свою вину признавать не спешит. Несмотря на то, что в машине он находился один, злоумышленник утверждает, что найденные вещи ему подкинули. Задержанного водворили в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.